У нас на сегодняшний день, при практически полной прозрачности власти, которая обязана декларировать депутаты, чиновники свои доходы, никто не знает о том, а кто финансирует сайт страны UAE. Откуда берутся источники для выплат зарплат, какие эти зарплаты. На сегодняшний день в Украине должен быть принят закон, который показывает медиапрозрачность средств массовой информации, как это есть в цивилизованных странах. Не может быть такого, что в Америке New York Times финансируется Бен Ладеном. Это было бы запрещено законом и невозможно. У нас возможно, когда существуют средства массовой информации, финансирующиеся с территории государства-агрессора Российской Федерации. Что касается обысков в сайте страны UAE и предъявления подозрений Игоря Гужева, то к народному депутату Ленько пришел некое лицо, представившись посредником, и заявило, что готовится серия репортажей о господине Ленько, компрометирующих его. Но это можно предотвратить, если будет оплачена определенная сумма денег. Лично Игорь Гужева, лично Ленько, насколько мне известно, не встречался. Для этого был задействован посредник. Цель очень простая, личное обогащение за шантаж, за невыпуск. В дальнейшем Дмитрий Ленько обратился в правоохранительные органы. Было получено разрешение на документирование всех переговоров по решению суда, на прослушивание телефонов. Было выявлено о том, что посредник этот берет деньги не для себя. Остальное вы знаете. В офисе были обнаружены меченые деньги, которые были переданы после того, как произошел факт вымогательства посреднику. Посредник их принес тому, кто эти деньги затребовал себе, оставив себе определенную долю. Дальше это является чисто уголовным преступлением, вымогательством, мошенничеством. И дальше дело пойдет в суд. Это не первый суд по Игоре Гужве. У него уже есть несколько уголовных дел, которые касаются вопроса уклонения от уплаты налогов особо крупных размеров, о которых он почему-то старается умалчивать. В частности, по нему ведется дело уже около года в суде. По расхищению порядка 17 миллионов гривен неуплаченных налогов за времена 2013 года. Когда он работал в холдинге Вести.юа, финансируемся бывшим руководителем налоговой администрации Украины, Клименко. И эти материалы также показывают, что Игорь Гужве, он с законом, мягко говоря, не дружит. А что Криминальный кодекс рекомендует по части вымогательства и шантажа? Ну, там, если сумма такая, как была, может быть, не будет.